В преддверии Дня Духовного Согласия Акиматом Акчубинской области и Общественным Объединением Жарык был организован круглый стол на тему «Казахстанская модель межконфессионального согласия». Мероприятие прошло с целью обсуждения реализации вопросов, поднятых в ходе Седьмого съезда лидеров мировых и традиционных религий, прошедшего в городе Астана. О чем именно шла речь в нашем следующем сюжете выпуска. Мероприятие посетили представители местных религиозных сообществ, а также приглашенные гости из других регионов. О взаимодействии государства с религиозными объединениями говорил председатель комитета по делам религии Министерства информации и общественного развития. В прошлом году произошла либерализация закона в сфере религии. Есть определенные шаги по либерализации. Это что касается религиозной экспертизы и других моментов. Также количественного состава для того, что требуется. Хотел бы также сказать большое спасибо. Вот именно пользуясь, что я в Актюбинске нахожу управление по делам религии. Также за круглым столом затрагивалась тема роли ислама в укреплении межконфессионного согласия. Заместитель председателя духовного управления мусульман Казахстана Наиб Муфтий опирался в своем докладе на послание главы государства народу. Перед нами стоит особо важная задача. Сохранить суверенитет и территориальную целостность страны. Для дальнейшего укрепления государственности нам необходима сплоченность. Другого пути нет. Единство народа всегда было нашей самой главной ценностью, которая сегодня приобретает еще больше значения. Наш народ всегда ставил превыше всего мир и стабильность. В это непростое время мы должны стать еще крепче в своем единстве. Немалую роль в укреплении согласия играет православная церковь. Теплые отношения между двумя религиями прошли годы войны, репрессий и всегда оставались на самом высоком уровне нравственных и моральных ценностей. Сегодня уже в полном поликонфессиональном независимом Казахстане мы находимся в дружеских отношениях и с другими конфессиями. В этом году, 24 марта, в нашей регионе образована новая епархия православной церкви Казахстана в административных границах Актюбинской и Казалардинской области, включая город Байконур, будучи выведены из состава Уральской и Ченкенской епархий. Одновременно наша епархия с центром в Актюбе вошла в состав Казахстанского метрополитического округа православной церкви Казахстана. В области, в городе Храмтау, мы можем увидеть находящихся рядом православный храм, католический костел и мусульманская мечеть. Даже в лютые морозы сердца священнослужителей иногда согревают добрые встречи друг с другом, чаепития, разговоры по душам. И это только один из многочисленных примеров того, как все нас, как всех нас объединяет то, что мы все создания Божьи, но с разными национальностями, культурами и традициями. И в этом наша уникальность. Тезис о том, что в мире нет плохих наций и плохих религий, отстаивал своей речи председатель Совета общественного согласия при областной ассамблее народа Казахстана. Выступая с докладом под названием «Вместе мы сильная культурная нация», Сергей Вишняк акцентировал, что именно этот фактор в Казахстане играет ключевую роль в политике государственного строительства. Истинной является то, что территория Казахстана является дружественной и гостеприимной для людей разных национальностей и конфессий. И последние мировые и региональные события это наглядно показали. Не выбирали бы люди Казахстан в качестве тихой гавани, когда они стали в таковой нуждаться, если бы не предполагали ее здесь обрести. Казахстан остается одним из немногих государств, соблюдающих реальный нейтралитет, даже в сравнении со странами, имевшими статус классически нейтральных. Граждане нашей страны могут по праву этим гордиться. Слово и дело в построении диалога. С таким докладом выступил руководитель христианской библиотеки «Церкви Источник жизни». Мы всегда идем на открытые взаимоотношения с представителями других конфессий. Стараемся всегда быть активными участниками всех мероприятий, проводимых Управлением по делам религии и фондам ЖРЭК. Понимаем, что несмотря на все различия, мы прежде всего должны оставаться людьми, гражданами своей страны. Такое отношение приносит и добрый плод. Сегодня у нас хорошие отношения со всеми, кто нас окружает. Видя нашу жизнь и служение, люди благословляют нас, благодарят нас. Государство отмечает нашу работу. Средства массовой информации дают возможность рассказать о нашей Церкви. Будем и дальше стараться придерживаться Божьих стандартов, словом и делом показывать свою веру в Бога. Всегда идти на открытый диалог, укреплять мир и стабильность на нашей земле. Тогда я верю, что наш духовный дом, это наша семья, наша община, наша страна будут стоять на крепком основании и никакие трудности не смогут пошатнуть его. В завершении встречи Акимобласти поблагодарил гостей и поздравил всех представителей религиозных объединений с наступающим праздником. Благодарю всех наших гостей. Хотел пожелать удачи, успехов. И дальше разные вопросы какие-то, если я был бы избегательный, мы готовы и будем работать вместе. Прекрасное было выступление сегодня. Все это нацелено на единение. Нет в этой жизни сложных вопросов. Люди создают иногда сложные вопросы. А наша задача не просто не давать повод. Не только где-то ошибиться, даже не имеем права повода давать. И в таких вопросах, конечно, мы с чем будем делиться. Также Ярал Итухжанов дал соответствующие поручения, направленные на улучшение религиозной ситуации и укрепление межконфессиональных отношений в области.